Что вам близко в творчестве Гадара и в его политических взглядах? Ничего мне в его политических взглядах не близко и не интересно. Гадар для меня – человек, открывший новый способ работы с камер. У него совершенно иначе строится повествование. У него логика перехода одного пуска в другой – тулыка монтажная, не литературная. Он гениальный визионер. Он замечательно видит, как мир устроен, как один план перетекает в другой. Для меня, конечно, там любимые фильмы. Все равно там «Альфавиль», «На последнем дыхании», «Безумные пиро» и так далее. Но «На последнем дыхании», наверное, самый любимый, потому что Джин Сиборг – это то, что надо. А я просто, ну как сказать, я не рассматриваю Гадара как политическую мысль. И мне кажется, все, что в его картинах есть, политическую мысль. Да, я забыл имя Кармен, но это потому, что «Морошка Детмерс» мой такой идеал. Наверное, имя Кармен как раз показатель того, как он художник всегда сильнее. Политическую мысль, левака, экстремиста – это все не важно. Гадар – мастер гениального повества. Иногда скучного, да. А иногда просто, ну это праздник визуальности такой. Он на «Последнем дыхании» и сам джазовый ритм этой картины, из которого вырос потом гораздо более совершенный джаз, отвращение Аполланскину. Но именно джазовый ритм Гадара, он задал ритм в 60-х годах. Новая волна – это Гадар. Трюфо в меньшей степени. Трюфо вообще гораздо более традиционный, гораздо более нормальный человек. У Трюфо, может быть, тоньше конструктивные принципы, но они не так и заметны. Хотя Жюли Джим по сборке, по ассемблингу, тому, как картина собрана, она, наверное, гениальная. Там одна монтажная эта сцена одним планом, когда они играют в паровоз дымя. Это потрясающе, волшебно. И Жан Моро там что говорить. Но для меня всё-таки Гадар – это человек, который заново научился, ну, после Дзиги Вертова, если хотите, заново научился делать это сложное изобретательное движение камер. Лучше него, по-моему, это делал только Германов «Трудно быть богом», где одними кусками сняты огромные планы, огромные эпизоды, и движение камеры там фантастическое. Субтитры создавал DimaTorzok